Всем привет! Меня зовут Наташа, и обычно я рассказываю о книгах. Но сегодня я хочу сделать такую небольшую предысторию к своему мини-влогу из Владимира. Я бы даже, наверное, это видео не назвала нормальным полноценным влогом, но тем не менее. И как таковых книг в нем, как я сейчас уже знаю, не будет. Но изначально, когда я собиралась ехать во Владимир, я планировала, что в этой поездке я дочитаю Кормак Маккарти «Старикам тут не место». Бедная несчастная книга «Старикам тут не место». Ей просто категорически со мной не везет, потому что я все никак не могу ее дочитать. У меня осталось что-то порядка двухсот страниц в таком электронном формате. На самом деле, как бы, повесть небольшая и достаточно интересная, но я все время оказываюсь в каком-то состоянии. Когда я начинаю читать, меня немножечко рубит, отвлекает что-то еще. И я надеялась, что вот, у меня будет два часа в ласточке в одну сторону, два часа в ласточке в другую сторону. Я дочитаю. В конечном итоге я прочитала от силы страниц пять, но не дочитала эту книгу. Весь мой план на то, чтобы прочитать эту книгу, наконец, он провалился. А что получилось, я скажу чуть позже. Вот. Пока начну немножечко, скажем так, предысторию. Изначально, уже когда я собиралась ехать, поездка получилась немножко под угрозой, потому что у меня есть некоторые черта и склонность ходить по краю и пытаться опоздать, либо опаздывать. Иногда у меня лучше получается бороться с этой частью моей прокрастинации, иногда не очень. В этот раз получилось, что я приехала на вокзал за десять минут до отправления ласточки. За десять минут, но все-таки как бы получилось. Я уже ехала в такси, немножечко волновалась, а вдруг я не успею, а вдруг вся поездка, которая так давно планировалась, она все-таки пойдет под откос. Но все же, все же я успела, я приехала за десять минут. Я быстренько-быстренько добежала до своего вагона, быстренько забежала в вагон, все отлично получилось. Но уже когда вагон отправился, мой план начать читать, он немножечко провалился. Но, знаете, все равно в какой-то мере я себя стараюсь за это не винить. А пока я предлагаю посмотреть мои небольшие зарисовки из Владимира, в которых меня почти не будет, в которых больше всего будет именно видов города, в которых просто я гуляла и смотрела на виды города. Нам очень сильно повезло с погодой, потому что было солнце, было прекрасное солнце, было замечательно. Сейчас мы посмотрим немножечко на виды Владимира. И после того, как мы на них посмотрим, я еще чуть-чуть поговорю. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Холодно становится немножечко, но интересно. Вот. Я уже дома. Мы уже вернулись из Владимира. И, по сути, все мои воспоминания из Владимира вы увидели чуть-чуть раньше. Из Владимира я особо ничего не привезла. Я привезла замечательный Владимирский сыр, сыроварни. Я узнала, что Владимир знаменит прекрасными Владимирскими вишнями. И я надеюсь, что сегодня утром вместе с сырниками я ела вишневое варенье из знаменитой Владимирской вишни. Большая часть моих открыток вот здесь вот у меня в мыльнице. Я фотографирую на мыльницу Panasonic. В основном я фотографирую на черно-белую пленку. И у меня получаются какие-то такие более, скажем так, атмосферные кадры. Но мне нравятся, как получаются черно-белые кадры. И для меня эти кадры, они всегда как такие своеобразные открытки из города. Также, также у меня есть небольшое хобби. Я собираю различные открытки. И самая первая открытка, которая у меня случилась, которая ко мне попала в руки во Владимире, она из Бистро Лаки Дак, в котором мы ели после того, как приехали. Очень милая, на самом деле, открытка. Здесь написано «Счастливого пути» и буковка «П» перечеркнута. То есть такая счастливого Ути. Очень милая открытка. От Владимира в ней нет ничего. Но она все равно запечатлела определенные воспоминания. И она у меня останется и будет ассоциироваться с Владимиром. У меня также есть примерно из такой же вот оперы открыток. У меня есть открытка из Питера, из ресторана «Авокадо Куин». Там очень такая милая половинка авокадо на фоне достопримечательностей Питера нарисована. И до сих пор каждый раз, когда я смотрю на эту открытку, я вспоминаю тот прекрасный день, когда мы гуляли с моей подругой и зашли в этот ресторан. И вот так вот благодаря открытке у меня остались запечатленные воспоминания о том вечере. Дальше я уже взяла такие открытки, знаете, более тематические. А тут вот у меня открытки с видами Суздаля. Вот у меня две открытки. Они такие рисованные, мне очень понравилось. Мы заходили в магазин с пряниками. И я очень люблю, знаете, в таких вот сувенирных магазинах посмотреть, поискать вообще, посмотреть, что из сувениров там продается. И когда я вижу сувенирные открытки, магнитики, мне очень нравится. И вот тут как раз тот случай, когда попались очень красивые рисованные сувенирные открытки. Вот, Суздаль. И одна из сувенирных открыток, она тоже вот с видом Владимира. Вот. Очень интересно. Я вообще люблю, знаете, открытки такие, которые в каком-то немножко необычном стиле выполнены, но напоминают о городе. Также я привезла открытки похожие, необычные, рисованные, из Нижнего Новгорода. Также у меня есть, ну, мне кажется, почти из всех моих поездок у меня остаются открытки. Я, честно, не знаю, что я буду с ними делать. Если хотите, я могу как-нибудь сделать обзор на свою огромную коллекцию открыток, потому что у меня из огромного количества поездок, по большому счету, остались открытки. Я пока их просто коплю. Иногда мне приходят открытки, которые отправляют мои друзья из поездок. И это тоже очень классно, очень здорово. Я вот как-то осенью вернулась домой с хоккея, заглянула в почтовый ящик, а там оказалась открытка. Это было безумно приятно, потому что такие моменты, как открытки, рукописные письма, которые ты откуда-то получаешь, это очень приятно, это очень классно. Вообще, что касается самого Владимира, мне очень понравилось, мне понравилось, потому что, честно скажу, я ехала во Владимир вообще не строив никаких планов, потому что хотелось немножечко отдохнуть от планирования, немножечко отдохнуть от какого-то давления на себя и просто погулять, посмотреть вообще, что я увижу, что мне попадется на глаза, не ходить целенаправленно, там сказать, что вот мне нужно посмотреть эти пять достопримечательностей, обязательно дойти туда, обязательно дойти туда. С одной стороны, это немножечко такое вот как бы поле свободное для деятельности, потому что ты ничего не ждешь, ты на себя никак не давишь, и уже по факту, когда ты ходишь, смотришь, ты думаешь, блин, как здорово, что я все это посмотрел. А с другой стороны, есть такой вот какой-то небольшой риск того, что это что-то важное, что-то интересное и красивое во Владимире упустишь. Ну, в Владимире, в новом каком-то месте, куда ты едешь, не строя никаких планов. Чаще всего, когда я путешествую, у меня вот так вот больше без планов, то есть у меня нет такого, что когда я еду куда-то в поездку, я выписываю четко какие-то достопримечательности, которые нужно посмотреть. Иногда бывают какие-то прям очень такие знаменитые достопримечательности, которые я стараюсь больше всего посмотреть и посетить, но по большому счету чаще всего нет такого. Я просто приезжаю, предпочитаю гулять, куда попаду, туда попаду. Что на глаза попадется, куда захочется пойти, туда я и иду. Вот. И Владимир вот так вот набегом, наскоком за, по сути, Невердеп. Я была, получается, вот в выходные, субботу, воскресенье. Большую часть времени мы гуляли в субботу. И вот за субботу мне вот в целом все очень сильно понравилось. Нам еще повезло с погодой, потому что светило прекрасное яркое солнце, замечательная осенняя листва. Она при свете этого чудесного солнца прекрасно падает. И ты смотришь, и это такая красивая золотая осень. Красивая золотая осень, когда ты оказался где-то в другом городе и наблюдаешь за этой красотой. Но вот, к сожалению, сейчас у меня каких-то более таких объемных и красивых слов, чтобы это все правильно описать, все мои чувства не осталось. Но при этом мне понравилось. Мне, правда, очень понравилось. Мне понравилось, как все выглядит. К сожалению, одна из главных достопримечательностей Владимира – золотые ворота. Она сейчас немножечко находится на реконструкции, но мы ее там с другой стороны чуть-чуть посмотрели. Тоже очень красивый вид. Очень много таких вот невысоких построек. Они такие достаточно в каком-то историческом стиле, очень красиво видели такие дома уже под старину, такие старые, немножечко отреставрированные. Что-то менее отреставрировано, что-то более отреставрировано. Но все равно, знаете, остается достаточно приятное впечатление. Очень много каких-то сувенирных магазинов, блошиных рынков, каких-то развалов со значками. Заходили в антикварный магазин и смотрели, рассматривали различные значки. Тоже очень классно, потому что я привезла с тобой значок. Он останется у меня как память, которую я привезла из города, из поездки. Очень здорово. Мне нравится, что со мной в итоге уехал значок. Мы ходили, смотрели, там были разные места, где проводили мастер-классы. Тоже очень здорово и интересно, когда вот так вот можно просто куда-то прийти, поучиться плести кружево или еще каким-то рукодельным мастерством. Это очень здорово, это очень интересно. В целом остались какие-то такие теплые, приятные впечатления от города. Мне понравилось. И ехать всего вот от Москвы на Ласточке два часа. Почти два часа, там чуть-чуть меньше. И в целом город такой не очень большой. Очень приятно и здорово, что почти до всего в центре можно добраться буквально за 10 минут. После того, как ты привыкаешь к Москве куда-то ехать почти час и больше часа, это такой, знаете, очень необычный опыт. Даже непривычный, я бы сказала, опыт. Но это здорово, это интересно. Вот, так что в целом от Владимира у меня остались приятные впечатления, даже несмотря на то, что мой план сделать какие-то хотя бы более-менее читательские выходные и почитать провалился. Но что ж поделаешь, и такое тоже бывает. Тоже бывает, что я себе планирую, что я там прочитаю какое-то определенное количество страниц, а у меня не получается это прочитать. Я стараюсь на себя в такие моменты не давить. Я стараюсь от себя многого не требовать. Но хочется, конечно, читать больше. Даже вот так вот, если сейчас прикинуть, посмотреть, у меня была определенная цифра, определенный план на этот год, который я планировала прочитать. Я его, конечно, уже перевыполнила. Но все равно я понимаю, что я вот так вот не смогу до конца года вообще ничего не читать. Ну, я все-таки буду читать. Но есть ощущение, что я буду читать меньше. Возможно, у меня даже не получится побить, так сказать, результат своего прошлого года. Мне пока сложно вообще как-то предсказать, сколько книг за год получится, сколько книг за этот месяц получится, вообще как получится по книгам. Ну, потому что, с одной стороны, мне хочется читать больше, а с другой стороны, я понимаю, что и давить на себя каким-то образом, и заставлять себя читать только потому, что я хочу побить рекорд прошлого года, это тоже не совсем правильно. Мне не хочется вот из такого вот, из такой мотивации сходить, и давить на себя читать больше и больше. Опять я начинаю замечать за собой, что только я вам начала обещать больше отзывов, я понимаю, что те книги, которые я читаю, мне не сильно хочется про них рассказывать что-то. Они вроде бы ничего, а в то же время, ну и нечего сказать. Вроде бы неплохая книга, но это единственное, что можно сказать о книге. Но я все-таки буду пытаться, правда, я буду пытаться больше писать отзывов. Может быть, у меня появятся какие-то идеи. Пока вот, к сожалению, у меня есть одна идея относительно будущего видео, но как таковых идей сейчас для будущих видео у меня нет. Поэтому, если вам что-то интересно, о чем-то интересно послушать, интересно послушать про какую-то книгу, я постараюсь это сделать. Но пока вот как-то нет особого, скажем так, ресурса на это все. Но надеюсь, что это такое временное явление, и все будет, все получится. Вот. Я надеюсь, что вы досмотрели до этого момента, что мое небольшое такое вот видео про Владимир и вообще про мои мысли после Владимира в целом, оно вам понравится. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, колокольчики. Это больше такая вот часть моей жизни. И, ну что ж, большое спасибо, что посмотрели небольшие картиночки с путешествия, послушали меня. Я пойду немножечко отдохну. Пока-пока.